В эфире служба новостей Саров 24 в студии Анны Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Отдых с пользой и городской форум работающей молодежи состоялся в Березке. Серебро и бронза воспитанники студии спортивного бального танца ДЭКа стали призерами Кубка губернаторов по танцевальному спорту. В разгромнили соперника. Хоккейный клуб Саров провел домашний матч с командой Спартак Тумботина. Далее расскажем обо всем подробно. Правительство продолжает расширять список госуслуг, которые можно будет получить через единый портал. Со следующего года там появится еще более 100 региональных сервисов, предназначенных для граждан и бизнеса, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на оперативном совещании со своими заместителями. Раньше такие услуги были доступны лишь на онлайн-площадках самих субъектов РФ и сайтах профильных ведомств, либо вовсе не предоставлялись в электронной форме. Речь идет о некоторых пособиях на детей, о проведении техосмотра автомобилей, приеме налоговых деклараций и ряде других услуг, в том числе регистрации прав на недвижимость. Это удобно. Тем, кто купил дачу либо участок, не нужно будет лишний раз отпрашиваться на работе, чтобы поехать в другой иногда город. Регионы смогут разместить на едином портале дополнительные услуги, например, по аттестации школьных учителей, оформлению заявок на социальное обслуживание, предоставлению бесплатного жилья. По словам Мишустина, изменения в этой сфере направлены на формирование простой и удобной цифровой среды, чтобы люди могли оформить почти все значимые услуги в электронном формате. Слет молодых специалистов состоялся в «Березке». Организаторы подготовили для участников трехдневную насыщенную программу. На закрытии форума с молодежью встретились глава города Алексей Сафонов и председатель Саровской думы Антон Ульянов. Подробности далее. Сила, гибкость, координация. Акра-йога сочетает в себе асаны и акробатические элементы. Поскольку в создании позы участвуют двое, необходимо доверять друг другу. Многие ребята пробуют себя в этом стиле йоги впервые. Сейчас участники форума изучают основы, прорабатывают некоторые элементы, учатся держать баланс, правильно ронять напарника, если что-то пошло не так. В процессе занятия ты начинаешь очень сильно доверить партнёру, и мне так кажется, людям в целом, потому что я уже, наверное, думаю, я могу стать с кем-то другим. Во-вторых, очень сильно физическая подготовка на самом деле улучшается, особенно у базы, в плане того, что ножки очень сильно качаются. И в целом я, наверное, даже хотела бы походить в дальнейшем на это всё. На последнем занятии его ведущие показали, чему участники смогут научиться, если посвятят этому стилю йоги несколько лет. Программа «Слёта молодых специалистов» была насыщенной. За три дня ребята успели пройти верёвочный курс, психологический тренинг «Тайна твоего выгорания», решить кейсы по наполнению городских пространств «Вам решать». Научились ловить яркие моменты участники на мастер-классе «Мобильная фотография». Что мы снимали? Мы ходили по лагерю и искали какие-то атмосферные штуки. То есть мы совмещали природу, которая здесь очень красивая, и совмещали какие-то объекты жизнедеятельности человека. То есть дома, заборы, башни, ещё что-то. То есть чтобы привлечь какую-то, ну не динамику в кадр, но какую-то интересную точку зацепления для внимания. Молодой специалист, спорт, красивый город и свободное время. На такие тематические блоки разделили вопросы главе города Алексею Сафонову и председателю городской думы Антону Ульянову. Общение прошло в лёгкой, непринуждённой атмосфере. Вопросы встречались разные. Как личного характера, о свободном времени, любимых видах спорта или памятных местах Сарова, а также общегородских. К примеру, как оценивают украшения улиц к Новому году. На самом деле мы стараемся. Понятно, что тяжело спорить с городами-миллионниками, с городами-триллионерами. Но, тем не менее, какие-то и фишки, и изюминки мы находим. Там вот в этом году, я не знаю, удастся, не удастся, прям очень много усилий вложили, чтобы привезти Дед Мороза на мотоцикле. Вот никак он не доедет. А может, уже доехал, я просто не видел. Вот надеюсь, он будет. Завершили встречу и сам форум коллективной фотографии. Автопарк МУП ГОР Автотранса пополнился новыми автобусами. Об этом написал Алексей Сафонов в своём инстаграме. Пять автобусов вышли на свои маршруты, и ещё три появятся на дорогах города на следующей неделе. В пазах установлены системы ГЛОНАСС, тахографы, видеокамеры, электронное табло, которое показывает номер маршрута. Также предусмотрены специальные платформы для перевозки людей с ограниченными возможностями здоровья. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Контролировать уборку снега помогут горячие линии. Об этом сообщает Департамент городского хозяйства. Напомним, уборкой дворов занимаются управляющие компании. Сообщить о территории, где сложилась особенно сложная ситуация, можно по телефону. МУП-центр ЖКХ – 991-94. Коммунально-хозяйственная компания ФДЖ – 995-96. Управляющая компания «Уютный город» – 9-11-11. Уборку улиц от снега в Сарове проводят дорожно-эксплуатационные предприятия. Горячая линия Депп – 993-40. Наступившая рабочая неделя принесет снежную и морозную погоду. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Погода». Похолодание начнется во вторник. Днем до минус 15, к ночи столбики термометров опустятся до минус 22. В среду 22 декабря утром ударят морозы до минус 25. Днем температура воздуха поднимется до минус 20. В четверг днем сохранится морозная погода – минус 20. Ночью потеплеет до минус 17. В пятницу воздух прогреется до минус 12. Всю неделю ожидается небольшой снег. О результатах замеров толщины льда на городских водоемах сообщает Департамент городского хозяйства. На Боровом вода промерзла на 19 сантиметров. На реке Сатис на 17 сантиметров. На реке Саровка лед тонкий и не сплошной. Также специалисты обращают внимание горожан на то, что в Сарове бьют многочисленные подводные ключи, которые размывают полыньи. В связи с чем следует соблюдать максимальную осторожность при выходе на лед. Действия отрицательного результата ПЦР-теста сократились 72 часов до 48. Режим самоизоляции для беременных продлили до 31 января 2022 года. В указ губернатора Нижегородской области о введении режима повышенной готовности внесены изменения. В них также говорится, что до 31 января продлевается срок, на который работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% сотрудников. Гражданам при нахождении на массовых мероприятиях и в организациях, для посещения которых требуются QR-коды или мультипасс, необходимо предъявить данные документы проверяющим лицам при проведении выборочных проверок. Организациям общественного питания необходимо будет соблюдать дополнительные требования. К работе с посетителями не могут быть допущены сотрудники, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19. Коллективный иммунитет к новой коронавирусной инфекции должен быть не менее чем у 80% работников. С 31 декабря до 8 января с 10 вечера до 6 утра организациям общественного питания можно будет работать только на вынос. Эта мера не распространяется на те заведения, в которых принято решение о допуске посетителей исключительно при предъявлении QR-кода о вакцинации иммунизации, а также документа удостоверяющего личность или мультипасса. Также 20 декабря по 8 января при проведении спектаклей, концертов, представлений для детей, заполняемость залов несовершеннолетними зрителями должна составлять не более 50% при общей заполняемости зала в 70%. Продолжительность представлений не более полутора часов. Антракты не допускаются. Для посещения мебельных центров предъявление QR-кода или мультипасса не требуется. Изменения вступили в силу 17 декабря. Гололёд, снежная каша, плохая видимость из-за снегопадов. С наступлением самого сурового времени года статистика по ДТП особо не радует. За минувшую неделю на улицах города произошло 6 аварий с материальным ущербом и 2 с пострадавшими. Подробности далее. И снова пострадали пешеходы. 14 декабря у дома 34 по улице Силкина неизвестный водитель на неустановленной машине сбил 50-летнюю женщину на нерегулируемом пешеходном переходе и с места ДТП скрылся. Позже его задержали. За рулём Ниссан Ноут оказалась 37-летняя саровчанка. В отношении водителя было возбуждено дело об административном правонарушении. По статье 12.24 нарушение правил дорожного движения, повлёкшее причинение вреда здоровью пострадавшей. И в отношении её составлено протоколы по 12.18. Это не представление преимущества движения пешехода на пешеходном переходе. И оставление места дорожного трасса на происшествии. Пострадавшая после ДТП чувствовала себя нормально, переговорив с водителем, отправилась домой. Но позже ей стало хуже, и она обратилась в больницу. Девушке грозит лишение прав на год-полтора и административный арест до 15 суток. Напомним, покидать место происшествия нельзя, даже если пострадавшая уверяет, что хорошо себя чувствует. Зачастую у нас так получается, изначально пешеход говорит, у меня ничего не болит, мне ничего не нужно. Когда горячка проходит, придя домой, он чувствует боль либо в конечностях, либо сотрясение головного мозга, легкое головокружение и впоследствии обращается в приемный покой, либо вызывает скорую домой. Во втором ДТП также пострадал пешеход. 17 декабря на улице Варламовской водитель Киарео сбил мужчину на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате пострадавший получил телесные повреждения. От госпитализации отказался. Воспитанники студии спортивного бального танца ДЭКО стали призерами Кубка губернатора Нижегородской области по танцевальному спорту. Подробности в следующем репортаже. На Кубке губернатора Нижегородской области по танцевальному спорту Владислав Захаров и Мария Казанцева исполнили латиноамериканскую программу из пяти танцев – самбо, чача, румба, пасадобль и джаев. В Нижнем Новгороде воспитанники студии спортивного бального танца ДЭКО завоевали бронзовые медали по своему разряду и вышли в финал. Это международный турнир. Были соперники из разных городов, республик. Также наши соперники – это наши соклубники, с которыми мы видимся каждый день. Но на соревнованиях нам приходится вместе встречаться, и мы выясняем между собой, кто лучше. Так как перед этим турниром мы постили множество турниров в Москве, то было легко танцевать и, в принципе, довольны результатом. Мария Казанцева занимается в студии уже 10 лет. Танцы – важная часть в жизни девушки. Вместе со своим партнером Мария постоянно совершенствует танцевальную технику и оттачивает мастерство в многочасовых репетициях. На самом деле вся тренировка как раз-таки 10 лет идет. То есть с самого начала до этого конкурса, до каждого конкурса мы тренируемся, к каждому конкурсу мы готовимся, ну, очень сильно заранее. Мы знаем, на какие конкурсы мы будем ездить. Ходим на водопрогоны, как раз-таки танцуем очень много в неделю, чтобы на конкурсе представить свой лучший танец. На Кубке губернатора Нижегородской области достойно представили город Владислав Линяев и Татьяна Тукмакова. Ребята заняли второе и третье места в двух номинациях, а также выполнили нормативы для получения первого взрослого спортивного разряда. А в категории юниоры второго места удостоилась пара Константина Боровкова и Софьи Соловьевой. Ребята отличают упорство и сильный соревновательный дух, поэтому они не останавливаются на достигнутом. В принципе, я довольна результатом, но я знаю, что мы способны на большее. То есть у нас есть еще много работы, много ошибок, которые надо исправить. Мы боремся очень за призовые места, очень хотим стать победителями, поэтому мы усердно тренируемся. И почти каждую неделю мы приезжаем в Нижний Новгород, чтобы брать дополнительные занятия с тренерами. После Нового года студия спортивного бального танца «Дека» откроет новый танцевальный сезон и продолжит участвовать в конкурсах и фестивалях различного уровня. Ярким и богатым на заброшенные шайбы получился домашний матч ХК «Саров» с командой «Спартак» Тумботина. Чем запомнилось ледовое противостояние и смогли ли саровчане сохранить первое место в турнирной таблице, расскажем в следующем репортаже. Из-за травм у игроков команды «Спартак» приехал на матч с Саровым в небольшом составе. Но это не помешало гостям открыть счет на первой минуте матча. Гол стал неожиданностью для наших хоккеистов. Впрочем, саровчане быстро взяли себя в руки, сравняли счет, а потом и вышли вперед. На перерыв команды ушли со счетом 4-2. Начали, конечно, мы плохо, раскачивались долго. Первые два с пятиком сразу пропустили, но потом в следующей атаке я забил гол. Малых хоккеистов у них, во-первых. То есть, ну, конечно, 9 человек оборона будет страдать. Ну, а мы немножко недоценили соперника, еще раз повторюсь. И где-то моментики такие упустили на добивание, нам забили. В начале второго игрового отрезка саровчане постоянно атаковали ворота соперника. И несмотря на то, что вратарь гостей старался сдерживать натиск, нашим ребятам удалось забить. Но и игроки «Спартака» не сдавались и быстро сократили разрыв. В какой-то момент счет на табло был равным. Лишь за минуту до конца второго периода павловчане пропустили шестую шайбу в свои ворота. Конечно, у нас не было особо сил, чтобы нападение много времени проводить. Надо было сначала отстоять себя в пидером сзади, потом постараться в контратаку выбежать, забить, если получится. Где-то добавить вовремя ногами, где-то обыграть, если получится. Третий период отметился большим числом силовых приемов со стороны «Спартака» и удалениями в составах обеих команд. С каждым ударом ворота гостей градус на льду накалялся. Но на четыре забитые саровчанами шайбы павловчане смогли ответить лишь одной. По итогам матча наши ребята сохранили лидерство в турнирной таблице с 18 очками. В следующий раз ХК «Саров» проведет домашний матч 4 января с торпедой из Лыского. Уважаемые любители хоккея, уважаемые болельщики, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, крепкого здоровья и приходите болеть за нас на хоккей. Редакция канала «16» поздравляет тренера и игроков ХК «Саров» с наступающим Новым годом и желает ярких побед. А мы напоминаем, что посмотреть прямые трансляции и запись прошлых игр вы можете на нашем канале в Ютубе и группах в социальных сетях. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Однокласснике. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Анна Пилипец. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!